Всем привет! Сегодня будет очень полезная информация абсолютно для всех. Много кто из нас сталкивается с тем, что не хватает памяти на мобильном устройстве, чтобы установить какие-то дополнительные программы, игры и так далее. Либо просто скачать себе музыку, хранить на устройстве какие-то личные фотографии, видео и так далее. В общем, любые файлы, которые вам нужны, чтобы они постоянно находились под рукой, все упирается, конечно же, в память телефона. И если даже ее очень много, то ваш телефон страдает от того, что он встает намного-намного хуже работать, чем было. Потому что он забивается различным мусором, который нужно чистить и удалять. Обычные стандартные программы очистки, к сожалению, не справляются. И разработчики постоянно ищут какие-то лазейки, чтобы это все сохранить где-то в скрытых папках, которым не будет доступа. И если раньше это можно было сделать через стандартный проводник, обычно он выглядит как желтая папочка, когда вы заходите в общее меню, то здесь можно было это все сделать. Сейчас на большинство новых моделей, после обновления Android, здесь практически ничего нельзя толком сделать. И вы, конечно, будете в шоке, но вы сейчас смотрите ролик этот на YouTube. И когда вы не досматриваете вот этот ролик до самого конца, то ваш Android, который установлен на вашем телефоне, неважно какая модель, он сохраняет себе текстовую ссылку в вашу память телефона, которая потом хранится и никуда не удаляется. Возможно, вы замечали такое, что, допустим, вы не досмотрели какой-то видеоролик, и потом возвращаетесь к нему обратно, и вы продолжаете смотреть с того места, где закончили. Вот каждый недосмотренный такой ролик будет занимать где-то около 5-6 мегабайт. А если вы просто включили какое-то видео, там просмотрели 10-20 секунд, то такие файлы будут занимать где-то 150-160 кБ, в зависимости уже от самой длительности. И если вы ни разу не чистили вот эти файлы, которые забиваются при просмотре видеороликов, то представьте, сколько их насобиралось. Их может быть реально десятки тысяч, которые просто забивают вашу память. И сегодня я вам покажу, как можно очень легко это все почистить, и покажу, сколько это все занимает. Итак, для этого нам нужно зайти в ваш флеймаркет, где вы скачиваете обычные игры, приложения и так далее. И здесь в поиске просто пишите Total, либо Total Commander. Выглядит вот так эта программа. Просто навсего берете, скачиваете. Это никакая не реклама. Она уже существует больше 20 лет, и она бесплатная. Потом, после проделанной работы, вы сможете легко ее удалить. Если, конечно, она вам не нужна будет. Вот она у меня скачанная на рабочем столе. Я ее специально скачал заново, потому что во многих возникают различные трудности после первой установки. Запускаю при вас первый раз. Здесь нам нужно просто нажать принимаю. Дальше первым делом заходим вверху троеточие, настройки, и проверяем, чтобы стояла галочка скрытые файлы и папки. Объясню почему. Потому что на некоторых моделях встречал, почему-то она вот так вот выключена. Потому просто перепроверьте. Если включено, то хорошо. Дальше выходим и ищем внутренний общий накопитель. Еще может называться на некоторых моделях внутренняя память телефона. Нажимаете и здесь просто подтверждаете. Ок. Дальше вас перебрасывает на вот такую страницу. Вам нужно разрешить доступ к файлам этой программе. Вот здесь есть рычажок. Активируем просто его и нажимаем стрелочку назад. Все. Мы в принципе то, что нам нужно сделали. Давайте я полностью выйду, чтобы было понятно, что мы будем делать. Захожу снова в Total Commander. Нажимаем внутренний общий накопитель. Ищем папку Android. Нажимаем папку Data. Мои приложения. И смотрите. У меня высвечивается вот такая запись. Защита от записи. На новых версиях Android будет везде так писаться. Если более старая версия какая-то Android, то вот это может не написать. И ничего абсолютно делать не нужно. Просто дальше будете делать то, что будет указано в видео. А у тех, у кого это высветилось, просто нажимаете Да. И здесь ничего не клацая. Нажимаете внизу использовать эту папку. И разрешить. Все. Вы попали туда, куда вам нужно. Дальше смотрите. У нас есть поиск. Поиск мы ничего не трогаем. Просто нажимаем на наш значок поиска. Здесь звездочка. Мы ее берем и удаляем. И здесь нам нужно написать слово. Все с маленькой буквы. Можете в принципе переписать, как у меня. Ну, либо просто в интернете. Само название YouTube. Это все известно. Нажимаем поиск. И теперь нужно дождаться, пока нам найдет эту папку скрытую, которая нам нужна. Поиск может быть там, у кого как, 2-3 минуты, возможно меньше, в зависимости уже от вашего процессора, от количества установленных программ и так далее. Пока идет поиск, можете подписаться на канал, поставить этому видео лайк и написать добрый комментарий. А также поделиться видео с другом, чтобы он тоже знал, как это все делается. На канале также есть очень много полезных роликов. Можете полистать, возможно, вы найдете для себя очень полезную информацию, которую раньше не знали. У меня просто на телефоне установлено очень много приложений. Хотя у меня и памяти 128 гигабайт, но она постоянно сильно забита. И чтобы телефон нормально работал, быстро, без всяких подвисаний, нужно периодически чистить вот эти все папки. От абсолютно ненужных файлов и папок, которые есть на телефоне. И просто так они собирают мусор весь, и телефон работает все хуже и хуже. Вот эту процедуру по YouTube можно очень часто не делать. Но когда вы это не делали абсолютно ни разу, то вы удивитесь, там очень-очень много файлов. И они занимают, как я говорил, там и по 5, и по 6 мегабайт, и килобайты. И их реально там 5 тысяч, 10 может быть. Во всех по-разному. Потому, возможно, вы очистите у себя очень-очень много памяти. Если даже мало, то все равно вы сделаете доброе дело своему телефону, и он станет лучше работать. Кстати, таким образом даже бывает, закачивается различная реклама, которую вы просматриваете. И даже если у вас нет интернета, то вы почему-то все равно ее видите. Потому, что она уже закачалась вам на телефон. И даже если у вас интернет полностью отключен, то вы все равно будете ее видеть, она будет запускаться. Один из выходов, это, конечно, досматривать ролики до конца. Но, вы сами понимаете, это нереально. Что-то понравилось, что-то нет, где-то нет времени досмотреть и так далее. И вот, смотрите, у нас уже нашелся этот нужный файл. Когда он нашелся, смотрите, на 1.1. Просто нажимаете «Отмену». Больше ничего искать нам не нужно, чтобы мы не теряли время. Нажимаем «Отмена». И вот, смотрите, «Com Google Android YouTube». Просто берем, заходим, нажимаем на него. Здесь у нас есть две папки «Cash» и «Файлы». Смотрите, если зайду в «Файлы», здесь написано «Offline». Заходим, нажимаем на вот эту папочку «Streams». И смотрите, очень много папок. Заходим абсолютно в любую и, смотрите, 5 мегабайт, 5, 1, 5, 2, 3 мегабайта, 5. И таких файлов реально там десятки тысяч. Они уже разбиты по разным папкам, потому что их просто очень сильно много. И чем их больше, тем больше этих папок будет. Вы можете зайти на любую папку и, смотрите, тоже по 5, по 2 мегабайта, 2, 4 мегабайта. То есть, практически каждый файл занимает очень много. То есть, в среднем 5 мегабайт. И вы можете спокойно умножить. Если у вас тут 10 тысяч файлов, то уже больше 5 мегабайт будет занято. Но это еще не все. Давайте я выйду и покажу вам следующую папку. Папка «Cash». Вот она. Заходим в нее. И здесь есть папка «Exo». Экзофайлы, которые, скажем, мелкие. Здесь их тоже может быть десятки тысяч. Они будут занимать намного меньше. Смотрите, 137 килобайт, 160. То есть, в среднем где-то 160-170 килобайт. Уже, конечно, это не мегабайты. Но, опять же, когда их очень-очень много, безмерное количество этих файлов. Ну, вы сами представляете, сколько вы раз в день просматриваете разные ролики и не досматриваете их до конца. Ну, я думаю, что очень-очень много. Какие-то новости там. Где-то частично себе выбрали какую-то нужную информацию и пошли листать дальше, дальше и дальше. И в течение дня вы можете за YouTube проводить очень много времени. И с каждым днем это все накапливается и занимает много памяти. Все очень просто. Можете заходить на вот эти все папки. Внизу слева есть галочки. Нажимаете на них. Здесь нажимаете «Выделить». И они вот так вот галочками все выделяются. И дальше внизу есть вот такая корзина. Нажимаете на эту корзину и нажимаете «Да». Все эти файлы спокойно очищаются. Они, в принципе, вам абсолютно не нужны. YouTube будет работать, как и работал. Будет запускаться абсолютно любое видео, любая трансляция. На работу приложения это никак не скажется. Но вы очистите очень много памяти для того, чтобы установить себе что-то дополнительно, что-то новое. Ну и плюс разгрузите телефон реально от мусорных файлов, которые просто навсего сохраняются у вас годами. А вы даже об этом и не знаете. Если ты, конечно, не знал о таком способе очистки, то поделись с другом. Поставь этому видео лайк и не забудь подписаться на канал, если ты еще не подписан. А если ты освободил у себя мало памяти, то у меня на канале есть очень много роликов по очистке системы, андроида и так далее. Возможно, какое-то видео тебе приглянется. Посмотри его обязательно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...